Всем привет! Мы находимся в CIA Академии. И сегодня мы будем брать интервью на русском языке для нашей русской аудитории у русских студенток. Итак, у нас здесь находятся представительницы трех разных программ обучения. Это Марина. Она у нас учится на ESL. Это Полина. Полина у нас учится на IELTS. И это Таня. Таня учится на бизнес IELTS. Каким образом наши обычные девчонки оказались в этой необычной обстановке, мы сейчас и будем спрашивать. Девочки, расскажите мне, пожалуйста, почему вы выбрали именно это место для изучения английского языка? Марина. В Питере сейчас минус 20. Здесь плюс 30. Это отличный повод обучаться здесь. Тем более зимой. Я выбрала Филиппины, потому что я люблю азиатскую культуру в целом. И вообще здесь по сравнению с другими странами гораздо дешевле. Это, наверное, были основные причины. Мне очень нравится, что филиппинцы разговаривают на английском языке, и ты можешь практиковать свой английский за рамки школы. А мне вот еще что интересно. Вот каким образом вы узнали про эту академию? Интернет? Или друзья подсказали? Может, у нас те где-то что увидели на фейсбуке? На самом деле, совершенно случайно. Я в прошлом году отдыхала в Таиланде и услышала о том, что есть школа на Филиппинах. Это стало интересно. Немного начала узнавать. Но если серьезно, да, это классная англоязычная страна. Здесь дешевле и здесь тепло. Мне кажется, это прекрасные компоненты для того, чтобы выбрать обучение здесь. Я на самом деле просто листала инстаграм и сказала маме, вот тут есть школа, я хочу поехать. Она сказала, окей, и я поехала. И все. Мне очень понравилось все и то, что здесь можно сразу сдать Айлдс и получить на него сертификат. Это очень большое преимущество, которое имеет эта школа. Плюс эта школа находится на Мактане. Рядышком есть шикарные пляжи, море. Ты легко можешь добраться до каких-то островов. Здесь классно. Вот, кстати, Полина сказала про родителей, что мама отреагировала спокойно. Сказала маму, сказала, окей, лети. Но вообще-то это находится очень далеко. Сюда лететь очень долго. Как отреагировали ваши родственники? Кроме Полининой мамы, про нее мы уже знаем. Я просто обрадовалась, что можно улететь так далеко. Это прекрасно. Да, действительно, это очень далеко. У меня есть дочь-подросток. И я для себя четко осознаю, что я бы ее сюда отправила. Возможно, я бы приехала сюда, немного проконтролировала, потому что я как взрослый человек оцениваю ситуацию здесь и как студент, но и как родитель. Я удивлена достаточно строгими правилами в школе, но это хорошо, потому что вот своего ребенка 16-18 лет, если он здравый, если он с адекватной головой, я бы сюда отправила, потому что здесь безопасно. И здесь за подростками следят, как бы это ни казалось странно. Кстати, да, сейчас расскажете про следят. А пока про своих родственников. Как отреагировали? Мои родственники к этому отнеслись нормально, потому что последний год я нахожусь в путешествиях без дома. И в целом я до этого жила в азиатских странах, поэтому единственное, я не предполагала, что Филиппины частями бывают с трущобами, но в этом плане школа имеет закрытую территорию, и это очень классно, что ты чувствуешь себя здесь в безопасности. Вот, кстати, по безопасности, закрытой территории и правилам, про которых ты говорила, что за правила? Ну, здесь достаточно строго студентов не выпускают за территорию школы. Есть определенные правила, они кажутся вначале строгими, по посещению, по... как студенты могут, как они должны посещать и выходить в эту школу. Это достаточно, кажется, вначале очень строго, но, с другой стороны, это хорошо. И если студенты нарушают эти правила, их могут выгнать из школы. Практический лагерь. Про правила? Давай про правила, про правила. Очень много правил. Ну, например, для моей программы IELTS мне нужно набирать каждый день определенный балл, чтобы выходить за территорию школы, который, если я не набираю, меня не выпускают. Ну, это стимулирует к учебе, да? Да, это, возможно, стимулирует к учебе. Иногда я грустна, если не набираешь балл. Вот, ну, возможно, это и правда хорошо для кого-то. Ну, вот, кстати. Ну, возможно, нет для меня. По поводу территории школы, насколько я знаю, можно жить не только на территории школы, но и за пределами территории школы можно жить, договариваться с руководством, поскольку вот у нас есть представительница, которая живет за пределами территории школы, кушает в школе, учится в школе. Расскажи, пожалуйста, про это. Да, классно, что у тебя есть выбор. Ты можешь жить как в общежитии, так и за пределами школы. И если ты живешь за пределами школы, тогда правила школы в плане, не знаю, ночевок, тусовок, вообще выхода и поездок на выходные никак на тебя не влияют. Вот еще меня очень интересует один вопрос. С каким уровнем английского лучше сюда приезжать? То есть совсем с нулевым, когда ты ничего не понимаешь, или у тебя должна быть какая-то база, или ты просто сюда приезжаешь, чтобы усовершенствовать свой без того хороший уровень? Что скажете, ваше мнение? У нас совершенно разный всех уровень. У меня, наверное, самый начальный, самый низкий. Мне было страшно, потому что мне казалось, что я не смогу вообще говорить. Но оказалось, что очень многие студенты обладают примерно таким же уровнем. Они не боятся разговаривать. Ты понимаешь, что все делают ошибки, и самый главный страх начинающего студента – это боязнь делать ошибки. Здесь абсолютно полностью пропадает. Это классно. Так вот, если у вас начальный уровень, не бойтесь, это тоже возможно. Понятно, что ты не будешь говорить абсолютно легко, но ты начнешь говорить. Это самое главное. Да, я считаю, что сюда можно приезжать вообще абсолютно с любым уровнем, и учителя здесь подходящие прям потянут тебя, любой уровень, какой у тебя есть, они тебе помогут. Да, мне в этом плане нравится гибкость программы, потому что есть учителя, которые готовы с тобой поболтать и пошутить на разные темы, есть, которые подходят достаточно строго к твоему обучению, и ты можешь сам направлять и выбирать интересные для тебя топики, темы. И в этом плане у меня был опыт общения с другой школой, и эта школа мне понравилась все, и мне нравится гораздо больше, потому что здесь ты можешь прям прокачать свой английский. Вот, кстати, по поводу учителей. Для нашего, наверное, слуха непривычно. Ты думаешь, что учителя – это нужно заходить в класс, и у вас там много человек. Расскажите, пожалуйста, про учителей здесь. Каким образом происходит вот это вот обучение? Что вы делаете с урока на урок? Как вы ходите? Кому вы попадаете? В каких условиях вы занимаетесь? У нас есть групповые занятия. Они очень классные. Каждый преподаватель занимается по своей методике. Это, может быть, какие-то веселые активности. При этом ты знакомишься и общаешься с другими студентами. И обязательно есть там у каждого 3, 4, 5 мэн-то-мэн, когда ты общаешься наедине 40-50 минут с преподавателем. Ну, у меня программа IELTS. У меня было 4, получается, мэн-то-мэн, когда мы разговаривали только вдвоем. Это, я считаю, очень классно. И еще классная опция, когда ты можешь поменять учителя, если тебя не устраивает произношение, может быть, его, или как он преподает. Было здорово. Да, соглашусь с Полиной, что здесь можно менять учителей, если они тебе вдруг не нравятся по обучению, по характеру. Но еще что мне понравилось то, что даже менеджмент школы, он слышит тебя, и он готов под тебя подстраиваться. У меня, допустим, в бизнес-курсе у меня изначально должно быть 4 мэн-то-мэна и 4 групповых класса. Я подумала, что для меня это будет слишком много. И мне пошли навстречу. Я немножко изменила свое расписание, и теперь себя чувствую максимально комфортно. Это классно, что руководство может подстраиваться под желание учеников. Но это и логично, в принципе, да? И я еще слышала такой интересный случай, что и в столовой руководство тоже подстраивается под желание учеников. И здесь ребята питаются 3 раза в день. Можно не заморачиваться за свое питание. Просто идешь в назначенное время, в прекрасное место, и там вкусно кушаешь разнообразную еду. Расскажите, пожалуйста, про ваши впечатления от еды, которую вы кушаете каждый день здесь 3 раза в день. Еда специфическая все-таки, она больше корейская. Но, пожалуй, вот с едой максимально есть небольшие моменты и нюансы. Я адаптировалась. Сказать, что полностью еду подстраиваться нет. Наверное, нам приходится подстраиваться. Это все-таки еда азиатская, а в основном корейская. Но лично я нашла для себя приемлемые варианты питания. И потеря полутора килограмм за время обучения, на мой взгляд, прекрасный результат. Ну, для меня на самом деле все было не так уж и плохо, потому что я люблю, в принципе, азиатскую кухню. Я прям наслаждаю здесь. Я очень люблю рис, который здесь каждый день ем. И капуста, и мясо, и овощи, и арбуз. Мне все нравится. Хорошая, вкусная еда. Мне очень нравится, что достаточно большие промежутки для этой еды отведены. То есть где-то час-полтора точно ты можешь прийти в этот промежуток поесть. И причем даже если ты придешь за пять минут до окончания, тебя все равно накормят. И все равно что-то останется. Вот это, мне кажется, прям большое преимущество. А так я обожаю азиатскую кухню. Правда, можно что-то найти. И не острое в том числе. У меня всегда есть фрукты, снеки. Все супер. Вот, кстати, говорили вы про то, что если не доберете баллов, за ворота вас не выпустят. Это касается вечера. Правильно? По выходным что делаете? Есть ли тут какие-то активности для студентов? Если вы хотите получить удовольствие от школы, от всего остального, то в выходные обязательно нужно куда-то выезжать. Обязательно. Иначе вы не увидите Филиппин и не получите того удовольствия, которое можете получить. Каждые выходные нужно куда-то уезжать. Вы можете это делать со школы, вы можете это делать без школы. Но школа также организует постоянно какие-то туры со студентами. Это прекрасный повод еще и познакомиться со студентами, и пообщаться, продолжить общение на английском языке. Да, я согласна, что нужно каждый выходной обязательно куда-то выезжать. Если ты не нарушаешь правила, тебя волоскают. Ну да, нужно просто стараться хорошо учиться, и тебя обязательно выпустят. Да, тут есть такая ситуация, что могут не выпустить. Если ты плохо учишься, если ты опоздал, могут потом на следующий день тоже не выпустить, да, получить какие-то замечания. Давай твои впечатления. Как родители я рада этому. Ну вот Марина уточнила про то, что здесь также можно сбросить вес. Мне очень нравится, что помимо всего здесь есть караоке, здесь есть спортзал, есть зумба-классы, есть волейбол, есть баскетбол, есть йога. И все это просто ведут замечательные филиппинские учителя. Ты можешь посещать это, по-моему, с 6 утра до 10 вечера. С 8 вечера. С 8 вечера. Да, 10 вечера утром все учатся. Никто не ходит на зумбу утром. Ну я про спортзал, да. И помимо этого есть всякие разные активности. Допустим, прошлую пятницу я участвовала в чемпионате по чтению и заняла там какое-то место. Также можно получать призы, тусоваться, в общем, полностью брать все от жизни в школе. Так, понятно все. Теперь еще один вопрос по поводу комнат. Как оборудованы, что у них есть, чего у них нет, что вообще, нравится ли вам в комнатах? Я знаю, что тут с соседками спят все, с соседями с соседками. Поскольку человек у вас в комнате, что у вас там есть? Комфортно ли там вам находиться? Ну, школа предоставляет, получается, комнаты с одним человеком, размещение два, три, четыре. Я живу в комнате для троих человек. Я считаю, что это прям идеальное отношение цены-качества, потому что есть с кем поболтать, попротиваться английский. Мне очень нравится. Там все есть для учебы, все удобства. Я, наверное, хотела бы дополнить, но не по поводу комнат, а по поводу еще библиотеки, что там есть отдельные переговорки. И если ты вдруг работаешь и параллельно учишься, ты можешь в эту переговорку сесть и спокойно пообщаться на рабочие темы. Не всегда. Понятно. Если вы взрослый человек, и вам нужно учиться и работать, это реально сложно, потому что учеба занимает очень большое время. Если тебе приходится иногда, если тебе приходится еще работать после обучения, это тяжело, поэтому лучше планировать как-то свое время по-другому. Для работы тебе нужно спокойное место, так, чтобы ты не мешал. В библиотеке запрещено разговаривать громко, и даже в переговорках слышно, поэтому это сложно. Учеба занимает много времени, поэтому лучше планировать таким образом, чтобы посвятить это время только учебе. Так будет лучше. Если у вас есть работа, это будет тяжело. Так, теперь еще по поводу соседей. Ты вот обмолвилась, что можно пообщаться на английском языке. Здесь много студентов, много людей. Вот расскажите ваши впечатления о людях здесь. Кто сюда прилетает, приезжает, приползает, я не знаю, падает сверху с небес. Рассказывайте. У меня две соседки были китаянки, потом одна уехала, вместо нее кореянка, вьетнамка. У меня три прекрасные соседки. Мы разговариваем на любые темы, мы хохочем. Это прекрасные девушки. Возможно, мне повезло, но я знаю, что можно поменять комнату, если что-то случится, если не сошлись характером. У меня прекрасные соседки. Я очень рада и прямо расстраиваюсь, что мы с ними расстаемся. Ну, здесь в основном ученики азиаты, корейцы, китайцы. Вот, у меня просто тоже прекрасная соседка с Китаем. Я ее обожаю, я очень буду по ней скучать. Вот, жду ее в Москве. И здесь все прекрасные люди. Расскажи о тех, кого тут встречаешь в коридорах, с кем учишься. Ну, я присоединяюсь. Здесь достаточно много азиатов. Это очень популярное место у корейцев, у японцев. И мне кажется, в этом плане очень хорошо, что не так много русских. И что ты можешь все время практиковать свой английский язык. Потому что я слышу достаточно частый запрос как раз-таки со стороны азиатских людей, что, к сожалению, тут так много наших, что нам не с кем разговаривать и не с кем практиковать английский. Как хорошо, что вы здесь есть. Поэтому мы здесь достаточно в почете. И это весело. В целом, девчонки, рекомендовали бы вы это место для того, чтобы вот брать билеты, лететь так далеко, надолго расставаться со своей семьей и учиться где-то вообще на другой точке света, хотя есть другие же школы. Вот вы рекомендовали бы эту школу? Повторить ваш опыт рекомендовали бы? Я скажу больше. Я планирую следующий свой отпуск, следующее свое посещение с уже уровнем повыше. Однозначно, да. Для меня здесь время прилетело просто ужасно быстро. Я бы рекомендовала, но, возможно, в следующий раз я бы поехала в другую школу. Такая вот она у нас. Мне очень понравилось. Я хочу еще вернуться. Отлично. Вот на этой замечательной ноте, что мы все хотим сюда вернуться, мы и закончим наше интервью. Потому что, мне кажется, девочки рассказали достаточно. Остальную информацию можно будет получить на страницах, на всех социальных сетях CIA. В общем, увидимся. Если увидимся, с ними так точно увидимся. Все, всем пока. Спасибо, что смотрели нас. Субтитры сделал DimaTorzok